Аман Галинкович, здравствуйте! Очередная наша встреча в рамках программы «Диалог с властью» и интервью для газеты «Испытатели». В общем-то, у меня, можно так сказать, вопрос один, но многосоставной. Сейчас прошла серия встреч с жителями города по вашей инициативе. Анонсировали на одной из них то, что когда все это пройдет, вы подведете итоги, обобщите все эти вопросы, составите собственное мнение, обязательно вы озвучите. Вот, в общем-то, в этом заключается мой вопрос. Какое резюме вы для себя вынесли? А хотелось бы услышать, на что вы рассчитывали, достигли ли вы этих целей, какова общая атмосфера, скажем так, если так можно сказать, посещаемости, о чем это говорит? Ну, то есть, вот такой анализ вот этих пяти встреч. Ну, это очень такой большой вопрос. Вы, Мила, во-первых, здравствуйте. И, конечно же, вот то, что мы там разговаривали с людьми, и я говорил о том, что это должен быть город честный, справедливый. Нам важно услышать мнение жителей города, их критические замечания, их конструктивные предложения. И, конечно, мы в этом не ошиблись, и вопросов было много, и предложений были много. Эти все предложения сейчас на встречании компонуются по отделам, потому что они были разные. На следующей неделе у нас будет большое совещание, где каждый начальник отдела или заместитель главы города скажет о способах и возможностях решения этого вопроса. И затем уже, конечно, я выступлю и прямо пройдусь по блоку, по блочную, и все это расскажу людям. Поэтому каждое их пожелание наших жителей, оно без занимания не останется. Не было полных залов, скажем так, не было аншлага. О чем это говорит? Ну вот я тоже об этом подумал, потому что когда-то в 12-13 годах, когда мы проводили аналогичные встречи, практически был полный зал. Но и по сравнению с тем периодом структура вопросов, она изменилась. Если бы раньше 50-60% вопросов было по проблемам жилищно-коммунального хозяйства в городе, это недостаток коррекции воды, температуры, тепло, проблемным было электричество, с водой были перебои, то сейчас, можно сказать, практически мы эту проблему сверили к нулю. То есть на этих встречах вопросов по коммунальному хозяйству практически не возникало. Это говорит о том, что мы точно работаем, и сегодня та наша политика, чтобы вкладывать каждый год 20-25 миллионов рублей для стабилизации жилищно-коммунального хозяйства, оно уже имеет свои плоды. То есть у нас в десятки раз упали жалобы на жилищно-коммунальное хозяйство. Но они существуют, и некоторые вопросы надо решать вместе с управляющими компаниями. Поэтому мы эту работу положаем. С этим я связываю то, что вот такая вот масса вопросов, а эта проблема существует во многих городах России, и в Астрахани, и в Волгограде, вот к нашему счастью, что мы могли это стабилизировать. Поэтому я думаю, что мы отмели эти вопросы. Люди же у нас не глупые, умные, они видят, что происходит, что горячая вода постоянно, тепло контролируется, все мазутные котельные, центральные котельные работают, качество воды вывешивается у нас на сайте еженедельно, то есть мы контролируем отключение электроэнергии, которое происходит. Мы тоже их вывешиваем, и жители знают, что вот с этого времени до этого времени будет отключение электроэнергии. То же самое, если у нас есть плановые какие-то работы по жилищно-коммунальному хозяйству, то, конечно же, мы тоже это доводим до жителей, и люди видят, что мы говорим в шесть, значит, это будет обязательно в шесть, никак не позже. И знают, что сейчас под контролем, и можно быть спокойным. Но вместе с тем некоторые вопросы... Переходили из встречи в встречу. Да, и они, конечно же, и оставались, как и в те годы. Это вопросы, конечно же, состояния дорог. И здесь мы тоже говорили жителям о том, что у нас существует программа, точно такая, как по коммунальному хозяйству, что мы ежегодно вкладываем от 20-30 миллионов рублей в год. Хотя я и говорил о том, что для стабилизации и вообще серьезного подхода к дорогам нужно не менее 100 миллионов рублей ежегодно вкладывать в наши дороги. И провел примеры по Астрахани, и о том, что у нас бюджет города, собственность средства 180, а в общем консолидированный 240. Конечно, 100 миллионов мы не можем набрать. Но даже исходя из этих вещей, то есть не хватает денег, мы ситуацию контролируем. Конечно, те дороги, которые сегодня жители города Ахтубинска видят, что они разбиты, их надо было делать год или два назад. Это понятно, чтобы не приводить к этому. Но в любом случае, где-то в районе двух месяцев, когда мы начнем ремонт на работу, вся эта проблема исчезнет, а осенью ее не будет существовать. И уже думаю, что на следующий год будет легче. Конечно, вообще по моим мыслям, надо было сейчас делать улицу Леина. Но мы не успеваем не хватать денег. В этом году мы сделаем 11 дорог, и плюс одну, причем плюс одну, потому что она будет из экономии, вот этих аукционов. Это вот улица Чкалова. Это самое большое количество дорог, которые мы делали за эти три года. И этот вопрос возникал, и мы с этим вопросом согласны, и считаем, что нам нужны все-таки более удобные дороги, и жители наши достойные, которые ездят на красивых, достойных машинах, ими-то иметь должны достойные дороги. Конечно, много вопросов возникало по благоустройству негативных территорий. В северном городке там люди жаловались, но мы объясняем, дело в том, что средства это тоже не наши, не местные, а федеральные, поэтому мы в одну сумму выделили, такую мы используем. Но мы идем последовательно, регулярно, и люди в городе видят, что мы это делаем. Последнее, что мы сделали, это Жуковского улицы Строителей, это на поле Фитрынка, там около пяти домов, мы там комплексно поменяли коммуникации все коммунальные, и киботрассы, и водоводы, и канализацию, осветили, поставили столбы и фонари, поставили скамейки, ковны, стоянки сделали, пешеходные дорожки сделали, то есть, в принципе, мы подошли комплексно. Так мы дальше будем делать. Конечно, хотелось бы, чтобы это вдруг оказалось, все они проснулись, и все воровые территории не сделаны. Но это просто фантазия. С 40 лет никто ими не занимался, и, конечно, одночасье сделать невозможно. Это кропотливый, и такой вот финансовый емкий труд. Но мы будем заниматься. Следующий вопрос, который очень сильно задавался, и он был популярным, Петропавловка, это газоснабжение. Мы тоже сказали о том, что мы последовательно решаем вопрос, мы подходим к этому делу стратегически, планово. Я говорю о том, что мы еще в 2015 году заказали проект за счет средств местного бюджета 25 миллионов рублей. Этот проект сделали успешно в 2016 году. Первый этап мы в 2016 году пустили, это улица Колхозная, Ким. В прошлом году мы сделали на 37 миллионов рублей. 11 миллионов – это наши деньги, нашего бюджета городского. Остальные 25 миллионов рублей – это деньги областного бюджета, который нам помог исполняющий обязанности губернатора Сергей Петрович Морозов. В этом году мы не останавливаем работы. Вот мы сейчас закончили газификацию, построили. Теперь идет ввод. То есть в мае месяце уже все жители, которые прошли рядом газовая труба, могут свои дома подсоединять. Где-то в июне мы начинаем следующий этап. Здесь также, хочу сказать, правительство Арханской области и Мороз Сергей Петрович, губернатор, выделили нам 55 миллионов рублей из областного бюджета. И мы начнем дальше газификацию в более таком быстром темпе. И планируем где-то к концу 2020 года практически все Петропавловку газифицировать. Конечно, это не решение вопроса, потому что мы знаем, что для жителей города сама газификация, это дорогое. То есть от 120 до 180 тысяч рублей надо заплатить, чтобы привезти в газ дом. Хотя мы даем такую возможность администрации. И я знаю, что в других местах, от Владимирка, Ахтуб, Нефтебаза, все, конечно же, пользуются этим и газ проводят. Вместе с тем мы там же тоже задавали опрос о том, что вот в городке, в городке я тоже привел пример, что из 279 многоквартирных домов 147 в настоящий момент газифицированы. То есть половина многоквартирных домов уже завели себе природный газ. И я тоже акцентировал внимание, что мы выделяли 5 миллионов рублей в 2012-2013 году для того, чтобы все эти проекты за счет администрации были выполнены. Ставил вопрос и о мосту через Петропавловку. Мы думали, что в связи с тем, что в интернете эта ситуация муссирует, что это как-то людей беспокоит сильно. Но было всего за всю встречу около двух вопросов. Им просто нужно было, чтобы мы объяснили. Понятная история, что вдруг откуда ни возьмись появились люди, которые стали мостостроителями, экспертами, и они эту ситуацию социально будируют, чтобы вызывать у людей определенное волнение. И, конечно, у каждого жителя Петропавловка возникает вопрос, ну а что же на самом деле происходит. И, конечно, в этом отношении я считаю, что мы должны донести эту информацию. Но первое, я просто хочу показать, чтобы было понятно нашим людям о серьезности нашей работы. Вот передо мной находится отчет, который сделан был в 2013 году предприятием «Вертикаль» город Воронеж. Это называется предприятие по повышению долговечности зданий и сооружений «Вертикаль». То есть, действительно, наш мост нарисован. И полностью его обследование. Здесь вот там написано, я выделил, чтобы людей было понятно, говорят трещины на опорах. Здесь четко написано, что в каждой опоре установлено по два столбов круглого стечения. В каждой опоре. Столбы опор выполнены из оболочек диаметром 1 метр 20 сантиметров заполнением внутренних полостей бетоном. То есть, это говорит о том, что вокруг каждого столба есть оболочка. Это типа опалок, но она тоже с арматурой. И, конечно же, там трещины. Сами опоры, они без трещин. Рекомендации. Сколько груза можно возить по данному мосту. Здесь тоже четко все расписано. Возить можно, значит, одномоментно должно быть до 40 тонн. То есть, если в потоке несколько машин, то должно быть такое. А если будет большая машина, одна по мосту, то 80 тонн. Потому что проходили испытания, на этом мосту ставили машины. После этого мы, конечно же, после оптимы заказали проектную смертную документацию, которую сделало закрытое акционерное общество компания Дорис. Разработка проектной документации по объекту ремонта дорожного моста через реку Ахтубу и городе Ахтуба-Сарханской области. Где все расписано, как должна происходить восстановление данного моста. И первая часть этого моста, это должны мы были отремонтировать верхнюю часть для того, чтобы облегчить несущую конструкцию. Что мы сделали в 2016 году облегчили на 20% сам мост. Но в то же время мы там поменяли всю арматуру, залили вновь бетон. И сегодня можно смело говорить, что верхняя часть, она не коррозирует, не находится в равном состоянии. Чтобы у жителей было еще больше понимания, вот я просто покажу тоже акты. Они начинаются у нас, вот как мы отремонтировали в 2016 году мост, и вот уже с 21 июля 2017 года мы еженедельно контролируем состояние данного моста. И вот здесь подписи всех людей ответственных стоит, потому что мы понимаем, ответственность мы не должны допустить, чтобы люди погибали. И вот если вдруг появятся у нас сомнения и начнется движение чуть больше, чем положено, то, конечно, мы предпринимем все усилия. Ну, до примера, например, если взять март 2017 года, март 2018 года и март 2019 года. И вот на сегодняшний момент движение, как было в 2017 году, размеры, так они и на сегодняшний момент в таком же состоянии. То есть они не увеличиваются, а находятся в стабильном состоянии. В то же время, хочу сказать, что мы в 2017 году провели аукцион и заключили договор с фирмой «Вертикаль» в Новосибирск по ремонту нижней части. Но это оказалось недобросовестной компанией, она не сделала свою работу. Сегодня будет судебное разбирательство и расторжение данного договора. Я думаю, что мы его расторгнем и объявим аукцион и будем монтировать уже нижнюю часть. Я просто, почему это все этим грим, потому что мы контролируем ситуацию по каждому аварийному дому и по этому тоже мосту. Это был вопрос очень серьезный. Конечно, возникал вопрос еще один такой, который меня беспокоит. Это запах мазута на консервном заводе. И мы знаем, что эта проблема реально существует. И вот у нас сейчас на сайте размещен ответ Астраханской прокуратуры, что в 2018 году прокуратура в ходе проверок обращений содержания аналогичных доводов установлено, что общественно не установлен окончательный размер санитарно-защитной нормы. И так далее все расписано, где подтверждается факт превышения предельно допустимых норм и показывает то, что мы начиная с 2016 года боремся с этим вопросом. Ну и здесь прокуратура, но мы не имеем никаких полномочий запретить, закрыть. Вот те, кто это должен заниматься, это межрайонная природа, прокуратура, также для сведения экологической безопасности осуществляет муниципальное образование Ахтубинский район. И они должны тоже этим вопросом заниматься. Но думается, что вот жалоба, например, была два дня назад, тоже жители пожаловались, мы опять обратились оперативно в распреднадзор, чтобы это рассмотреть. Думаю, что в конечном итоге в ближайшее время все-таки точка будет поставлена, потому что об этом уже осведомлены и исполняющие обязанности губернатора Морозов и другие лица, которые ответственны за это. И они, мне кажется, настроены в отношении решительных. Так что вот такие вопросы были, как бы сказать, проходили с одной встречи в другую встречу. Но те, которые больше волнуют, да? Хотя и были вопросы, которые мы все знаем прекрасно, это и освещение нашего города. Я извинялся перед жителем, потому что я объяснял, что у нас компания недобросовестная. На сегодняшний момент мы закупили, не говорят 320 светильников, мы закупили новые. В ближайшее время, через месяц они поступят, мы заменим. И получится так, что 800 ламп, то есть 1100, которые они установили, мы заменим свои собственные и сами будем обслуживать. И, конечно же, мы будем уже сами нести ответственность. Хотя, хотелось бы нам поступить так, чтобы снять с полномочия администрации, давать предпринимателям. Но предприниматели сегодня не готовы выполнять такую важную работу для населения города. Придется заниматься опять все самим. Вот какое-то время назад вы говорили о том, что существует три социально, скажем так, значимых, таких тревожных, социально тревожных тем в городе. Это газификация, это ситуация в районе концернового завода, то, о чем уже говорили, и ситуация на Туринском судостроительном и судоремонтном заводе, где идут сокращения. Вот после вот этих встреч, после общения с жителями, вот этот перечень социально значимых вопросов, он увеличился, все уменьшился или поменялся, в принципе. Ну, когда мы людям объясняем газификации, конечно, этот вопрос уже выпадает в судостроительный завод. Переговорили с руководством, сейчас они увеличивают портфель заказов, хотят заняться ремонтом судов Министерства обороны, и, насколько я знаю, мне говорили, у них это получается. Если, конечно, все так, как они говорят, то, возможно, в этом году опять начнется на приемную работу для того, чтобы все-таки эти суда ремонтировать. Я думаю, что они справятся, они настроены на то, чтобы все-таки на Ахтубинской земле остался судостроительный завод. Ну, то есть, вот если мы это все вычеркиваем, то есть есть какие-то перспективы, новый список существует, или, в общем-то, все в штатном порядке рабочего? Ну, жизнь, она же намного многообразная. Сегодня ставится вопрос уже не такого характера, коммунальный, ну, появилась, а когда сделать Текантеатр Октябрь? Хотя, хочу сказать, что мы же вот только выиграли у Министерства обороны в 2017 году, сделали на него проект в 2018 году, и собираемся мы им заниматься в 2019 году, если все, конечно, срастется. В принципе, все получается у нас, и мы в программу входим, но мы боимся каких-то шероховатостей. Поднимался вопрос аварийных жилья, но я уже говорил жителям, что мы успешно справляемся с этой проблемой. На сегодняшний момент расселены все дома, кроме двух, Андреева 13 и Бахтемжи 17. Сейчас мы расселяем Бахтемжи 17, конечно, поступенчато, аккуратно, из там 65 квартир, там 70, но 5, это муниципальные, и из 65 квартир мы уже 15 людям расселили. Сегодня мы вошли в программу, и у нас первые деньги, 58 миллионов рублей поступят в июле, в августе месяц. Эти люди, которые не согласились на жилье, ну, понятная причина, ведь квартиры же у нас не новые, некрасивые, они обшарпанные, многие там требуют большого ремонта, люди с нежеланием берут эти квартиры, даже не хотят. Мы продолжим альтернативу и дадим финансы. То есть, путь решения этих вопросов нам ясен, понятен, мы их объясняем людям, и они понимают, что ситуация находится под контролем. Поэтому и эта проблема мы тоже будем потихонечку снимать, у нас отработан механизм и алгоритм решения этого вопроса. То есть, вот таких вот, сказать, глобальных вопросов, которые мы не способны решать, конечно, нет. Мы ставим, конечно, с собой более амбициозную задачу. А вот я, кстати, прошу прощения, про амбициозные задачи. Как граждане, на ваш взгляд, воспринимали вот эту идею превратить центр города в фрагмент европейского городка? Что говорят и что думают? Ну, особенно, например, это было видно ветеранам гарнизона. Это те люди, которые строили этот город, они видели центр города. Конечно, больно видеть, что он разрушается, там, пустыри. Да и всем людям в Ахтубинске это не нравится, когда стоят пустыри. Конечно, некоторые относятся к этому со скепсисом, потому что они, возможно, не верят, что мы реализуем. Но даже те вот крыло Икара, набережные Петропавловки, Арбаты, тоже были такие вещи, когда люди нам не верили. Но, в принципе, все получилось даже лучше, чем мы рисовали на картинке. У нас просто другого выхода нет. Или у нас город пройти в центре разрушенный и нелицеприятный, или наша задача сделать его красивым. Думается, что по этому пути надо идти. И я, когда говорю своим соратникам, сотрудникам администрации, что если даже мы выполним эту работу на 80%, для будущих поколений это будет возможность как-то корректировать свою работу и что-то улучшать, делать лучше. Я же это представлял у губернатора. И там Сергей Петрович Морозов он такой вот такая записка о том, что поручить администрации города Ахтубинска провести переговоры с Министерством обороны и военной частью с предложением Министерства обороны о формировании такого жилого фонда из средств финансирования, которое ушло бы по линии обеспечения военнослужащих квартирами. Но если, конечно, Министерство обороны войдет, то тогда вообще никаких проблем не будет, потому что они будут строить такие дома для своих сотрудников, для своих офицеров, чтобы они жили уже, как можно сказать, очень цивилизованно. Думаю, что наш проект им понравится, а все остальное там коммуникации, дорожки, дороги, новые деревья. Следующий клуб освещение мы возьмем на себя, и это не будет ни стоить ни копейки бюджета, это будет из источников программы национального формирования блокпорта СВД. И это будет такой комплексный подход. Они будут строить дома, мы будем тоже себя обязательно строить, потому что мы хотим тоже, чтобы своим людям давать. Но и в то же время все коммуникации мы проведем. Думаю, что очень интересный и хороший проект. Хотя, к сожалению, наша жизнь все-таки трудна сейчас, и когда мы такие красивые картинки пишем, рисуем, это вызывает, конечно, легкое раздражение. Они говорят, ну вот, надо набрать деньги на другие вещи, на повышение пенсии, на ремонт школ. Но я на встрече говорил, что, к сожалению, эти деньги, они четко идут по программам. Если мы их не возьмем и не реализуем, то они просто уйдут в другие города, где люди более активные. А направить их на другие вещи мы не можем. Это целевые деньги. Как говорили, на холодильник мы не можем купить на этот телевизор. Мы надо сделать парки. Если мы их положим на дороге, нам эти деньги заберут у нас их. Они не будут в городе. Поэтому, конечно, я считаю, что у нас нет других возможностей и шансов, как использовать эти средства по назначению. Возвращаясь к встречам, вы говорили о том, что люди предлагали, но я сама присутствовала, в общем, какие-то предложения. Есть реальные вещи, которые вы могли бы взять на вооружение? Или, может быть, есть вопрос, который вас откровенно удивил и были как, ну, если так можно сказать, не в теме, сказали, ого, а вот тут-то мы теперь узнаем все. Нет, а вот в том-то деле, хочу сказать, что как раз дело подсказало реальных людей. И все то, что предлагалось, конечно, это остро нужно городу и мы понимаем, что этим надо заниматься. Ну, такие вещи, например, строительство биодука, которое поднимается из года в год, но мы даже честно сказать людям, что сегодня мы не готовы с точки зрения финансовой, технологически или как-то по-другому мы готовы, а вот финансирование с точки зрения финансирования мы найти не можем, и поэтому мне просто надо говорить честно, что в ближайшие два-три года, четыре года к этому вопросу никто не подойдет. Поэтому, а он вообще нужен. Есть такие прекрасные мысли, как там сделать автобусную полосу в сторону гарнизона, выделенную, чтобы они не стояли. Насколько это поможет, наверное, будет хорошо, но на сегодняшний момент еще земля, это в районе семьи трудов, и вот Шоссе Вятров еще министерство обороны нам не передало. Мы не имеем права там заниматься строительством и ремонтом. Вот в ближайшее время будет передаваться все это нам, и тогда мы будем заниматься этим ремонтом. А так, хочу сказать, 90% совершенно адекватных, нужных и правильных проблем поднимаются, которые все-таки в городе надо решать. А сейчас вот так модно на телевидении, да, какая-нибудь пресс-конференция там первого или там второго, третьего лица, и потом говорят, ну, тебе скажите, какой самый интересный вопрос. Кому бы вы пресс отдали? Если бы он был, ну, вот реально, как удивил, или он был ироничный, или это был какой-то оригинальный вопрос, или это было суперделовое предложение, можно себе сейчас сориентироваться? Или надо подумать? Нет, я даже не о чем думать, потому что я хочу сказать, что все вопросы были неудивительные, они были все касающие жизни, то есть таких рабочих, каких-то вот таких сверхъестественных. Единственное, конечно, мне очень понравилась идея, женщина сказала о том, что молодежь в кафе ходить, как бы сказать, очень сложно, мало денег хватает. Можно ли сделать какие-то танцевальные места, чтобы люди приходили бесплатно, могли знакомиться? Я считаю, что такая проблема существует среди молодежи несет гаджетов, и нет мест, где бы они могли бы собраться. Если в кафе, то там, конечно, большие деньги, там 300, 400, и не все деньги есть у молодежи. Нам идея и понравилась. Мы готовы такой проект раскручивать, чтобы на площадках общественных у нас были какие-то выступления каких-то артистов, как вот на Рбате, чтобы игралось, чтобы люди сидели, могли подойти, познакомиться, потанцевать. Думаю, что где-то начиная с июля, вот Машка пройдет, мы такие по городу будем делать программы. Но такой какой-то интересный позыв в нем оптимистичный. Если все говорили там про крыши, про окна, то есть было все по-другому. Хочу сказать, мне атмосфера понравилась, хотя иногда были и критика, и, конечно, эти встречи, они забирают очень много энергии, потому что нужно стоять перед людьми, говорить с ними, без бумажки, и у них есть проблемы, и надо их проблемы воспринимать таким образом, не как вызов себе, как предложение людей, сделать лучше. Если они пришли, если не говорят, они видят то, что мы можем это сделать, и к этому надо относиться с уважением. То есть, можно сказать, что вы довольны в общем итогом, да? Ну да, конечно. Вот вопрос частного порядка по третьей школе, там было установлено освещение, которого там не было, чтобы школьники ходили, а вот про дорогу, про пешеходную дорогу, чтобы не ходили ученики и полпроезжей части этот проект может быть реализован. Знаете, вот я еще хочу отметить такую вещь, мне нравится стильный шахтурнцев, они такой, сделали, забыли. Забыли, да. Да, и это вот такой, какой-то поднимает планку, надо еще дольше, больше делать. Да, когда я пришел, там не было ни к пятой школе, ни к третьей, ни было освещения. Почему, не могу понять. Вот, мы там сделали, теперь дорожка. Мы много раз к ней подходили, но там расстояние очень маленькое, строилось, не могли построить. Но потом, в этом году жаловались, мы решили все-таки наплевать на свои эти архитектурные изыски, сделать такую кривую дорожечку, такую, чтобы дети могли по ней идти. И люди с этим согласились. То есть, между столбов будут идти. Думаю, что к сентябрю, к культиву месяца мы эту дорожку, конечно, сделаем. Как мы делаем туалет, который в общественных местах, это на вокзале, говорили, мы его сделаем в этом году. Думаю, что к уже, к май он будет стоять, он будет, должен быть цивилизованный. Но сделаем, и о нем тоже забудут, и появятся другие проблемы. И вот так хорошо, шаг за шагом, мы будем что-то менять. Вот, например, вечный огонь же не было, все говорили, вечный огонь, вечный огонь. мы поставили два личных огня. Все. Забыли. Это как будто было бы всегда. Ну вот, в этом и вся логика взаимодействия власти и жителей. Мы должны работать на жителей, они должны перед нами ставить новые задачи. Много было озвучено планов ближайшей перспективы, сегодня срочной, и там, и далее, да, и говоря о том, что у вас еще, у нас, вы сказали, есть время до единого дня голосования, да, что вы будете оставаться на этом посту, все-таки повесили, интригу, а дальше-то что? Я считаю, что сегодня на территории есть исполнительная обязанность губернатора Сергея Петровича Морозова, которому доверяет Владимир Владимирович Путин. У Сергея Петровича Морозова есть большой ресурс привлечения инвестиций в Астраханскую область, и, конечно же, этот человек понимает, что эти деньги должны быть реализованы на территории Астраханской области, и в частности Ахтутинского района и города Ахтутинска. Считаю, что только он может принимать решение о том, что, о личности, которые способны это сделать. Поэтому я тебе командный, скажут вперед, пойду вперед, не скажут, спокойно буду заниматься своими личными делами. В этом у меня никаких проблем нет. И когда будет известно, ближе к дню, к сентябрю? Я считаю, что у них все расписано, располагировано, они людей, прагматичные, плановые. Может быть, решение они приемут в ближайшее время. Вообще, в любом решении это будет правильное. Поэтому об этом думать не надо. Сегодня нам отпущено время что-то, 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 что-то сделать. Я буду все этот период системно и четко работать на благо жителей города. А там, я хочу сказать, что мне не хотелось даже об этом думать. Нет такого желания. Вот сейчас идет губернатор-пад, уходит в отставку другие губернаторы. есть понимание того, что есть новые требования к этим вещам. У меня хорошая молодая команда. Любой из них способен и готов возглавить администрацию города и не хуже меня. в принципе. Поэтому я к этому пришелся очень спокойно. Недавно была встреча с Сергеем Петровичем, где я их представлял. Со мной было пять человек. И мне показалось, что очень положительное мнение о Сергеем Петровичем сложилось. И вот даже недавно один из замов моих ездил напрямую в правительство. Сергей Петрович общались с ними, давали команду, чтобы помочь ему. То есть у людей есть четкое понимание там, вверху власти, каким способом должны претворяться в жизни идеи и программы, ради которых сюда Сергей Петрович пришел. Я думаю, Азаханску очень повезло, что именно такой ресурсный человек с большими связями, честный, сильный офицер, который возможно даст новый толчок в нашей жизни. Спасибо, Аман Валенкович, за это интервью. Всяческих успехов в воплощении. Спасибо вам. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok